Всем привет! Сегодня поговорим о дистрибутиве Ferrin OS Дистрибутив американский В основе лежат Debian и Mint Архитектура Вот пожалуйста IWIT 686 8664 Рабочий стол Sonomon X-Face Но тот который я сегодня ставил Он мне почему то больше всего Напоминает КДЕ Не знаю там Как и в чем дело Картинка такая вот изначально Вот такая вот была А Все остальное Вот смотрится таким образом Значит Гномовское очень похожее На гномовское Меню Практически Крупными Такими Сочными Яркими Значками Ну вот Допустим в интернете Значит Я доустановил Google Chrome Значит Стоял в Ивальде Поставил я значит Dropbox Skype Telegram Доустановил я значит Качалку Torrent Файлов На Трансмиссион И качалку Просто больших Файлов У Гет То есть Кстати Еще вот Ватсап Поставил Так что Тут Наборчик Такой нормальный Значит Megasync Одно Облако Dropbox Второе Облачное Хранилище То есть Общение И интернет Представлено Вполне нормально Мультимедиа Установил я программу Для записи С экрана Для редактирования Видеороликов Значит Программу значит Для просмотра Видеороликов Самплеер Для редактирования Аудио Аудасити Вот Из настроек Значит Тут Ну что Софтпуэр Менеджер И синаптик Два источника Установки Различных Программ А третий Просто В сети Ищите Дебяновские Файлики И Установщикам Значит Все это Дело Ставите Значит Ну Тут даже Объяснять Сильно не нужно Потому что Значки Очень крупные Сами все видите Офис Тоже представлен Хорошо Система Ну Виртуальную коробочку Я поставил System Back Time Shift И Самое Интересное Что Значит Ubuntu Cleaner Сюда Спокойненько Взял И установился Вот Ну Программа Для разметки Дисков Значит Ubuntu Cleaner Вот Пожалуйста Значит Можно посмотреть Как там Она работает Сейчас Покажу Где там Она Бегает Вот Отмечаете Значит Все Необходимые Графы Здесь Значит Ставите Галочки Вот Зажимаете Значит На Очистку Пожалуйста Получайте Сообщение Круто Ваша Система Чистая Иногда Можно Запросить Пароль Установите Пароль Вот Значок Этой Программы Я Значит Вывел Сюда Наряду С Вот Этой Экранной Клавиатурой Я Значит Еще Поставил Сюда Увеличительное Скажем Так Стекло Я В предыдущем Как-то Видеоролики Показывал Как работает Покажу Еще раз Вот Пожалуйста Наводим Видно Так вот Он говорит Что Основан На Ubuntu 18.04 LTS То есть До 23 года Будет работать Нормально Но В основу У него Ubuntu Тут Никуда Не побегаешь А тут Загрузку Процессора Показывает Оперативные Памяти Там Сколько Значит Павел Подкачки Значит Как используется Там 101 мегабайт Там 4 гигабайт Ну вот Сколько В корне Сколько Значит В домашнем Разделе Значит Занято Вот Здесь Все Как говорится Видно Хорошая Такая Удобненькая Программка Плюс Вот Стоит Сердцам По себе Еще одно Как говорится Наглядное Такое условие Пожалуйста Вот Около 12 гигабайт Это дело Занимает Если Пойти Значит На Очистку Нажмите Сюда Ну 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 вот 12 гигабайт Размер Значит Моей сборки Ну У меня На ней Установлено Как вы Сами Видели Много Чего Еще раз Повторюсь Значит Вот Это Графические Приложения Значит Тут Пожалуйста И фотографии Там И Блендер Есть Там И Скайп Есть Вот Интернет Значит Я уже говорил Общение Ватсап Телеграм Скайп Ну Самые Такие Ходовые Две Кладовки На Облачных Хранилищах Значит Две Качалки И Два Браузера То есть Тут Нормально Мультимедиа Тоже Вот Хорошо Представлено В настройках Тоже Попозвайте Посмотрите Много Что Чего Ну Короче Очень Такая Хорошая Программулина Получилась И Несмотря На все Это Размер Самой Сборки Самой По себе Я бы Не сказал Что он Получился Там Очень Какой-то Там Супер Большой Давайте Посмотрим Сейчас Немножечко Подвину Сюда Из Образ 2,8 Гигабайта То есть Очень Скажем так Умеренно Скромные Размеры Значит Плюс Значит Систем Баком Сборку Будете Ставить Себе На Жесткий Диск Значит Вот Так Вот Я Сейчас Динечку Тут Наберу Так Вот Для Для того Чтобы Создать Вот Эту Живую Сборочку Надо Здесь Нажать На Кнопочку Create New И она Вам Создаст Ether Файл То есть Конкретно Текущее Состояние Вашей Операционной Системы Там С вашими Со всеми Настройками И так далее Размер Ограничения Не больше 4 гигабайт Дальше Вот Скачали Сборку Включили System Bug Вот System Copy И На жестком Диске Выбираете Куда Вы Будете Ее Ставить Ну Вот Например Swap Файл Выбираете Вот Здесь Вот Вот Swap Нажимаете Зеленую Стрелочку И Вот Здесь Появится Маленький Крестик Вот Такой Видите Следующее Значит Дело Делается Вот Подкорневой Раздел Выбираете Со знаком Slash И Стрелочку Нажимаете И Домашний Вот В конце Нажимаете На кнопочку Старт И Сидите Ждете Когда У вас Все это Дело Скажем Так Встанет Туда Куда Ему И Полагается Встать Значит Разметку Жесткого Диска Делайте Так От 30 до 50 гигабайт Выделяете Под корневой Раздел От 30 Как говорится Там И Выше Там Хоть 100 Хоть 200 Делаете Выделяете Под Домашний Раздел Вот Практически И Все Значит Калькулятор Вот Здесь Для Самых Различных Расчетов Он Дан Вот Программа G-Party Вот Надо Вам Ее Здесь Зацепить Вот Пожалуйста Значит Все Она Уже Вас Тут Будет Сидеть Можно Посмотреть Значит Структуру Своих Дисков Вот У меня Значит Один Диск Второй Диск Флешка У меня Флешка Больших Размеров На 100 Там 14 Гигабайт У меня Там На ней При помощи Вот Последней Программы Я Который По ней Делал Видеоролик Столку Там Всего Напихал Что там Голова Кругом Идет Вот А здесь Посмотреть Разметку Жесткого Диска Вот У меня Во первых Информация О диске Вот Самый Обычный MS-DOS Старенькая Таблица Разделов Жесткий Диск Там На 500 Гигабайт Твердотельный HDD То есть Ничего Такого Нет Стоит Windows 10 Swap Файл У меня Значит Всего 4 Гигабайта Оперативки Но я Значит Сделал Еще Один Разделчик На 4 Гигабайта Отформатировал Его пока В формате Extension 4 Если Память Прикуплю Еще 4 Гигабайта Я Потом Солью Эти два Раздела В один Получится Swap Файл На 8 Гигабайт А все Остальное У меня Останется Значит Здесь У меня Сидит Linux Mint А здесь Вот Сидит Ферин Так что Всегда Легко И просто Можно Посмотреть Что Как И Почему Показываю Структуру У кого Что Там И Как Вот Как Загрузочный У меня Вот Этот Почему Там Отмечен То То есть Берите Пробуйте Экспериментируйте Программа Хороша Почему Я Ну Вот видите Это чисто Кендовские Штучки Настройки Чисто Кендовские Изменить Панель Вот Высота Вот Такой Могу Сделать Могу Такой Ну Я В один Ряд Просто Делаю Чтобы Умещалось И Все Край Панели Взяли Потянули Вниз Утянули Вниз Она Будет У вас Внизу Ну Как Ему Что Нравится То Тут Свободы Как говорится Для творчества Много Сборка Сама По себе Мне Понравилась Американцы Тут Очень хорошо Поработали Единственное Единственное Значит Что Смешно Значит Вот Получилось Вот С этими Вещами Что В основе Вон Восемнадцатой Версии Лежит У них Ядрышка 54047 Вот Ну Температура Процессора 75 Но У меня Во первых Это Ноутбук Довольно Так Как говорится Скажем Уже Не совсем Новый Но В принципе У меня Это Устраивает Вентиляция У него Довольно Так Мощная Вообще Эта серия Т420 Это Бюджетный Ноутбук Он Славится В своей серии Надежностью И Живучестью Вот Значит Вкратце Значит Под видеороликом Я помещу Ссылочку Откуда Можно будет Можно Скачать Эту Мою сборочку Вот Так что Пожалуйста Познакомьтесь Скачайте Познакомьтесь Есть вопросы Под видеороликом Спросите Моё мнение Ну Очень хорошая сборка И мне что нравится Поскольку Человек Я уже Не шибко Хорошо Видящий Нравится мне Что Ну Хорошие Крупные Сочные Такие вот Значки Это Вот Для таких людей Как я Вот Значит Ладно Желаю вам Всего самого хорошего И До новых встреч Субтитры Субтитры Субтитры